Сегодня мы собрали вас для того, чтобы рассказать из своих планов по строительству этой сети. Как вы знаете, в Украине придёт внедрение нового поколения связи, скрасного светового автомобильного интернета. И, без старта, компания «Витер», конечно же, готовится к внедрению. И сейчас этот процесс, наверное, находится на окна. Как вы знаете, наша компания «Витер», конечно же, готовится в том, что компания получила разрешение на тестирование 3G-модисплошек и поэтому здесь у нас мы подготовили специальную тестовую зону. Благодаря нашей компании, нашему партнёру компании Huawei, мы сами сможем сегодня сами потестировать, попробовать, что такое 3G, как это будет. Расписание нашего мероприятия будет следующее. Сначала будет официальная часть, где мы расскажем о том, как мы будем строить сеть, что такое 3G. Затем будет сессия вопросов-ответов и потом мы перейдём в неформальное общение. За чашкой после мы сможем вдруг придём пообщаться, задать любые вопросы и протестировать. Прозвольте представители наших спикеров. Это Александр Ананья. Это эксперт офиса 3G и Киевстар. Виктор Губенко, менеджер по СЭМ и внедрению новых технологий. Также с нами будет Евгений Женчев, начальник департамента планирования и организации радиосети. И с которыми мы сможем как раз пообщаться во времени формальной части. И мы будем помогать нам отвечать на наши вопросы. Ещё раз хочу вас повторить за то, что вы пришли. Мы знаем, что украинцы ждут внедрения 3G, но многие не совсем понимают, что же даёт новая технология. Новая технология – это прежде всего новый бизнес, новые рабочие места и много удобства для пользователей. Именно от нас с вами будет зависеть, как мы преподнесём это. Как скоро наши потребители поймут, как использовать 3G максимальный эффект. Именно поэтому сегодня мы хотим с вами поделиться самой последней информацией. И я предоставляю слово Александру. Крис. Добрый день, всем. Добрый день, всем. Добро пожаловать в офисе в Киеве. Добрый день, коллеги. Мы рады вас приветствовать в нашем тестерово-лаборатории в Киеве. Спасибо, что вас встретили. Это будет ваша возможность как раз пообщаться с нами и, соответственно, протестировать в будущем, как работает в следующей нашей тестерово-лаборатории. Мы находимся в комнате, но мы находимся в лаборатории 3G, где мы установили и активировали НОП. Мы находимся в реальной сети, с большими клиентами, но только из технических департаментов, которые экспертизируют и тестуют тестовые сотрудники. Мы находимся в нашей большой митинг-комнате. Здесь обычно проводятся совещания, здесь мы пригласили вас, но у нас проинтегрирована НОП, соответственно, к ней это рабочая полностью сеть, то есть это не просто тестовый сегмент, то есть она включена в наши все системы. Ее тестирует сейчас ограниченное число тестовых сотрудников, в основном из технической дирекции, которая проверяет и тестирует текущее состояние и верифицирует, как это может повлиять будущее на наших пользователей. Мы имеем там еще тестовые девайсы в другой части, на которых вы сможете это все протестировать, увидеть все возможности, протестировать, ну как бы увидеть и почувствовать ощущение пользования 3G сети. So what we have done here, we have acquired, as you know, the license, we have 15 megats for uplink and 15 megats for downlink as other operators. Как вы знаете, мы получили лицензию для 3G, были три лота, они все одинаковые, это 15 megats полоса, все они равнозначные. Наша стратегия была во время опциона заплатить меньше, чтобы иметь больше возможности инвестиций в наши сети. So now today we are a 3G operator in real life and in real network because, as I said, we have already activated this new beat. То есть мы можем сказать, что мы уже операция 3G, так как мы уже активировали одну баковую станцию, она работает у нас на текущий момент. Мы часть большой компании у ВИДДОФОН, с которой включают приблизительно 14 компаний, которые работают по всему миру. 223 миллионов customers in mobile. Обязательно 220 тысяч мобильных сотрудников у нас есть, по всему миру. И 57 тысячи сотрудников в нашем офисе. И в целом месяце приблизительно 57 тысяч сотрудников этой компании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В нашей группе все большие компании имеют опыт на построение системы не только в России, а также в 3G и уже в ЛТГ. Кроме двух стран, это Зимбабве и Украина, которые вот сейчас идут как бы в сторону построения системы движения. И теперь мы используем нашу экспертизу и знания из всех других стран, чтобы обеспечить лучший интернет в Украине, потому что мы имеем большую технологию и готовы обеспечить 3G в Украине. Мы используем опыт всех наших компаний, которые входят в руку, потому что так как они уже прошли этот нелегкий путь построения 3G, мы используем их опыт для того, чтобы построить наилучшую сеть в Украине в Украине. Из нашей точки зрения, Украина готова иметь 3G, потому что если мы сравниваем с Пакистаном, Усбекистаном, Бангландемом, то у них есть небольшая процедура в обеспечении мобильных пользователей. Как вы видите на картинках, можно сделать вывод, что Украина уже готова к пользованию услугами 3G. Если сравнивать с проникновением там в Бангландеш или Пакистан, да, ее намного ниже, нежели сейчас у нас в Украине. Если посмотреть на картинки, то мы видим, что Украина очень похожа по количеству проникновений в других терминалах, как и Италия, как европейские страны. И на втором картинке, вы можете видеть, что Украина и Италия имеют одинаковое количество данных в Украине или Италии. Таким образом, сколько пользователей используют данные? На этой картинке, Италия и Украина имеют одинаковое количество пользователей, которые пользуются мобильными данными в Украине или Италии. В Украине имеют одинаковое количество данных в Украине или Италии. Основное различие между Украиной и Италией в этом случае заключается в том, что пользователи в Италии используют очень много даты, потому что у них уже давно есть сертижей, даже если есть ЛТЕ, а в Украине это количество потребляемого трафика очень маленькое. Но вы понимаете, что используя технологии 2G, очень сложно добиться результатов в потреблении трафика. Да, трафика очень большая. Из-за скорости. Мы уже говорили о слайде, связанном с спектромом. Мы имеем одинаковое количество спектрома, как наши предприятия, но мы платили 600 миллионов, и мы получили такую же самую полосущество, как его. Это только для того, чтобы показать нервы. Мы можем разделить нервы в три части. Аксесс, транспорт и корр-нервы, которые приходят от левого к правому. Здесь показано просто очень на простых вещах картинка, как строится сеть 2G. Она разделена на три больших блоки. Тор, ран и транспорт. Мы модернизируем наше сайте 2G. Мы модернизируем транспорт и ставим наиболее последнее, ну скажем так, современное оболотание, которое в будущем готово для использования 4G. И также мы инвестировали, например, в прошлом году, в 1.7 миллион, в интернете, что было плюс 24% в 2013 году. В прошлом году мы инвестировали все приблизительно на 1.7 миллиарда гривен, что приблизительно на 20% раз больше в 2013 году. Мы модернизируем нашу транспортную сеть. Она приходит на ОИП. Соответственно, она готова для трафика как 3G, так и очень готова к трафику 4G. И производится модернизация Core-Ct для того, чтобы она соответствовала тем стандартам в построение, которое необходимо для сети 3G. Здесь, в нашем лабе, 3G Кипстар лабе, мы достигли максимум, мы достигли 37 мегабит. В этом лабе, это не реальность, потому что, в реальность, вы не нужны этот бит. Нет сервис, требующий 37 мегабит. Но, в нашей лаборатории, которую мы построили, мы достигли скорости 37 мегабит. Но, на самом деле, это скорость, не реальная скорость, которая будет предоставляться к каждому субстриберу, потому что, в идеальных условиях, это было все произведено. Мы стоим все с таким условием, чтобы каждому пользователю была доступна скорость больше 3 мегабит, которая достаточна для того, чтобы использовать сервисы, которые есть сейчас на рынке. То есть, это пользование YouTube, да, смотреть видео в архи качестве. То есть, этой скорости будет абсолютно достаточной для пользования определенными сервисами. And a lot of other services, like Facebook or Viber, with video codes or Dropbox, you can use without any invitation, and it's easy, and it's very fast to upload or download files and pictures. And, естественно, вы сможете использовать эти сервисы для нас аппликации как Facebook либо Dropbox, загружать видео либо просматривать видео очень быстро и получать ту ценность и приватных видео. This is only to show that the throughput is depending, strictly depending from the device. We are taking care not only for iPhone 6 and Samsung S6, but also for common devices, so for cheaper devices to guarantee the same service. Как вы видели, на этой картинке скорость вообще очень сильно зависит от типа девайса, да. То есть, естественно, но нет ниже какой разницы для обычного пользователя, конечно, используя либо iPhone 6, ну, iPhone 6, либо Samsung S6, так что свой последний, 12-летний, всего чего только можно, последним словом техники. Но использование более предыдущих моделей позволяет пользователю ощутить то же самое, получить то же самое качество как и на очень дорогих переплат. The main points that we have to be successful is that we invested, we are investing billions of greeners in licenses, but also in Ericsson and Nokia. So we are two big vendors of this technology. We are investing in single run, that means that technology is future-proof for 2G, 3G and LP. Because we want to continue to be the leader, the first, and to offer the best quality in 3G also. And as I said, we have already invested and we are continuing to invest in all over IP network for transportation. And another factor of success is the 2G network. We have the best quality in 2G network compared to our competitors. And for sure, it will be the common coverage till 2-3 years because we cannot reach, anyone cannot reach 90% of population in one year for coverage. So we have to continue to invest in 2G networks. So we have to continue to invest in 2G network So we have to continue to invest in 2G network . So to have seamless experience between 3G and 3G network 2G, и гарантирует сервису тоже 2G-кустумерам, когда они двигаются к 3G. Мы желаем, что они двигаются очень быстро к 3G. Ну и для того, чтобы тоже обеспечить всем пользователям, которые не воспользуются сей фреже, тот уровень качества и научный уровень качества, которое есть сейчас. Ну и в будущем мы надеемся, что эти кастомы смогут перейти уже в сей фрежей. Да. Спасибо, Александр. Собственно, мы закончили основную часть нашей презентации, рассказали о наших планах. И сейчас можем перейти к вопросам-ответам. Ну, собственно, мы просто поднимаемся и задаваемся. Здравствуйте. Мне интересно, за сколько... Какое цель мы в этом месте покрытили? Если вы тут еще служите? Ну... Среди Украины будут покрываться согласно плану, который есть в Украине по продаже лицензии. То есть, там, за 18 месяцев мы должны помочь открыть все областные центры. Как бы согласно этого плана мы и будем работать. Действительно, это будет еще зависеть от договора коллекции, который мы должны подписать с Минобороны и с остальными участниками процесса. С точки зрения, там не написано четко, написано областные центры. То есть, нет там четкой фиксации, что вся область, либо это отдельный какой-то конкретный город. То есть, это будет зависеть от нашей страны, от нашей страны. Как мы будем развивать сети? В любом случае, областный центр – это город. То есть, мы должны быть областной центр, да, согласно условиям предоставления лицензии. А дальше все будет зависеть от возможностей построения сети, либо необходимости ее построения, как бы, да, то есть, да. А как процедироваться перспективы РНТИ? Ну, на текущий момент мы фокусируемся только на 3D. Естественно, все оборудование, которое мы устанавливаем, да, оно практически позволяет в будущем, с помощью ней, если у нас будет всякая фиксическая нейтральность, да, и все остальное, тогда и будет какая-то ЛТИ в определенных частотном диапазоне, да, это позволит нам просто с помощью софтерного апгейта, да, иметь сеть ЛТИ, ну, и с помощью, там, физической историации, на текущий момент выписывается, кто-то работает. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 10-ти метрах излучения от антенны будет в сотни раз меньше, чем от брелка, которым вы открываете автомобиль. То есть реально опасности от мобильной связи нет. I don't know if you discussed the permits that we need, permits to operate, sanitary permits, so it's safer. But I'd like also to add that the evolution of technology is not only related to speed, improvement and so on, but also related to health. Because in GSM we have in 200 kilo, 20 kilohertz, 20 baht. UMTS is a safe technology compared to GSM. So we have an evolution also in terms of health. Well, if we are, we can see, in 5G2G, the power of power of power of power, the power of power of power of power, 20 Vat, 200 kHz, so that's in a very very low perspective. So the power of power is like 5MHz, which is still in 4G2G, Это значит, что на одном и том же сфере и на одной и той же мощности в 3G можно обслужить 10 раз больше абонентов с таким же сферком. То есть он не будет, да, сферком. Ну, мы зря ощущали, скажем так, качество сферки стали на Новый год и какие-то сферки перегрузок последние годы. Сферки 10 кг? Да, вообще. Как пользователь в этом карьере, который не знает, что у него варжа, почувствует, что он не встанет активно с YouTube, Facebook, ну, если он просто такой точный парень, еще что-то, и зачем ему тогда перегружать? Ну, он только почувствует с точки зрения скорости загрузки тоже почта. То есть если у вас парень 5 мегабит будет качаться на скорости 100 кбит, да, можно посчитать на скорости, например, 2 мегабита, да, то есть мы увидим там вот эту разницу. Один апдейт и уже весь почтовый ящик уже вытащился, да, то есть то же самое, просмотреть парень, все же пользуются почтой сейчас. Какой-то педагог на 2 мегабита и надо подождать минут 5, пока он там накачается, его посмотреть. То есть здесь одна прелесть, это скорость и быстрота получения информации. Очень близко. Да, да, здесь был Андрей Печенежский и Хайков. Вот в самом начале вы рассказали, что за лицензию заплатили меньше на сколько-то миллионов, чем NTS Live, и при этом скорость остается такой же. А вот в чем подвох? За счет чего это все? Просто так ведь не платят больше или меньше за лицензию? Ну, мы не знаем, почему Live избрал свою тактику и решил заплатить больше. С точки зрения технической техники все триллоты абсолютно одинаковы. То есть есть спектр, есть 5 мегабит, они абсолютно равнозначны между собой. То есть продажа лицензии происходила следующим моментом. Это как аукцион. Это был аукцион, голосовой аукцион с рубрика. И было три участника и три лот. Соответственно, Live решил бороться за первый лот и они повышали цену с MTS и в результате дали такую цену, благодаря которой они выиграли первый лот. MTS получили второй лот и вы получили третий лот. Это исключительно простой лот. Смысл в том, что они теперь говорят, что мы первые получили, наверное, в этом. Оксана? Поймут. Пойму. 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 ajsobrego. Let me say, those are the rules of any auction. If you buy something on the Internet in eBay, you have the auction. So you can pay more the same shoes that they can pay less. But they are the same. Это аукцион, да, и аукцион босс-босса. Это тот же самый пример, когда вы на Мигбайн еще это покупаете на аукционе. Да, вы можете купить уже самые, так сказать, кроссовки за большие цели, чем 2 человек тысячи. Но они будут абсолютно равнозначны. В каждой аукционе у вас есть кто-то, кто платит больше, а кто-то, кто платит меньше. Это как в футболе, что один из команды может победить, как вчера. Ну, то есть это у Sony всегда кто-то платит больше, кто-то платит меньше. Это как в футбольной игре. Всегда выиграет только одна команда. Ну, как была вчера. Когда я играл в Мигбайн, Артур. Мне пытался возбить не некоторый миф. Часто я встречаю с ним, что так как у лайфа частоты находятся немножко ниже, то вроде бы как распространение или покрытие больше. На самом деле это миф, так как все частоты находятся в одном диапазоне. Это было бы справедливо, если бы, допустим, у другого оператора были что-то там по 700 или 900. Так как эти логины расположены очень близко, то даже с точки зрения покрытия это абсолютно единственное. Часто я? Александр, для Петрен-Харьков, можете сказать, какие будут изменения в передаче голосового трафика, т.е. качество передачи речи, стандартной новой передачи речи с вводом 3G. Большое. Yes, there is an improvement. Но давайте посмотрим, что после 1-мн, 2-мн, вы не понимаете, потому что вы используете для этого. Например, сейчас я понимаю, что когда я из-за Кибстарской области, или из-за БАРС, или Wi-Fi, у вас есть плохие опыты, потому что я использую 3G или 4G в Италии. Но сейчас я не понимаю, что разница между voice 2G и 3G. Но, по-своему, есть улучшение в 3G и voice voice. Естественно, это есть улучшение, но с точки зрения того же пользователя, вот, например, Александр, он говорит, я, Виталий, здесь он видит разницу между пользованием данных, потому что, когда у вас происходит с БАРа, либо с Офиса, если это прекрасно, невозможно пользоваться для этого. Хотя он привык в Италии пользоваться очень много тандемией. С точки зрения волоса, он не ощутил какая-то разница использования волоса в основном. 3G, 4G, как бы, да, и сети здесь. То есть оно для… есть улучшения, но они не вот такие значительные, которые мы ощутим, как бы, польза на себя. Ряд абонентов… Ряд абонентов… Ряд абонентов… Музыкальным слухом… Нет. Извинения, потому что в сети Keystart, как бы, абсолютно бесплатно действует услуга HD voice, да. Но далеко это не все… Это передача голоса в более высоком качестве, нежели стандартный, да, честно. Но далеко не все устройства… 2G устройства поддерживают HD стандарт. Среди 3G устройств, которые поддерживают HD стандарт, гораздо больше. Поэтому люди, у которых такие 3G телефоны, они смогут услышать, что качество передачи голоса значительно улучшается. Коллеги, я предлагаю последний вопрос и переходить к неформальной части. Ну, может, два еще вопроса, да. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, вашим прогнозам объема длинного трафика, ну, к концу года, допустим, да, то есть, насколько вырастет это объявление, когда, допустим, в полном, там, властном центре, то есть, насколько вырастет, ну, как бы и старается у вопроса, скажем, если мы берем, ну, пускай, те, у кого включили телефон, а, например, смартфон, то есть, насколько вырастет это объявление, если мы берем, например, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...